Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. И Сергей Даренко. Доброе утро. Сегодня на Совете Безопасности должна рассматриваться антикризисная программа Глазева. Обсудим эту программу. Вы знаете, я не сторонник Глазева. Я Семен был здесь, в этой студии. И надо сказать, что содержательной беседы не получилось. Почему? Я должен критически здесь сказать следующее. Глазев когда-то давно воспитал в себе манеру поведения на интервью, когда он вообще не слышит вопросов. Он просто говорит. Он в какой-то момент, видимо, был раздосадован интервьюерами, которые его перебивали или пытались дознаться, что именно он говорит. И Глазев, видимо, разочарованный подобным поведением моих коллег-журналистов, решил раз и навсегда вообще не отвечать на вопросы. Поэтому, что бы ты ни говорил, ты говоришь ему, условно говоря, скажите, пожалуйста, какой сегодня день недели? Он говорит. Поэтому нужно национализировать то-то, 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 то-то. Ибо это свое, свое, говорит и все. Ты говоришь, да, но многие думают, что сегодня вторник. Он говорит. Я вам говорю, что Америка враг, тараратра, таратра, таратра. Говоришь, подождите, но, а можно ли сказать, что сейчас сентябрь на дворе? Да? Он говорит. Много раз я повторял, что Америка там, одно и то же. То есть он, к сожалению, Глазьев, надо отдать ему должное, видимо, защищаясь от журналистов, не знаю, как он будет на Совете Безопасности выступать, но у него есть универсальная защита от журналистов, броня. Он не отвечает вообще ни на один вопрос в принципе. Он приходит со своим стейтментом, у него есть стейтмент. Он делает стейтмент часа на три. Через три часа он на тебя смотрит. А ты уже под капельницей, тут уже скорая помощь хлопочет. Слышишь? Уже скорая помощь хлопочет. Уже тут как-то врачи, там, пальпация живота, там, ищут артерию. Ну вот, если пульс, проще. А Глазьев при этом, ну так вот. И продолжает ровно закольцованно одно и то же говорить. Ну я не знаю, я не сторонник. Если он склонен к монологам, значит, доклад он должен был сделать хороший. Да. Ему же там дадут время выступать, он выступит. Да, да. Надеюсь, вопрос задавать ему не будет. Так что я не знаю, что им расскажет Глазьев. Я думаю, что им надо запастись волокордином и так далее. И так далее, часов через восемь мы явимся им их откачивать. Это вот такая особая игра. Он вообще-то толково рассказал, что делать надо, говорит Рус. Я не приветствую эту программу. Я приветствую, вы сейчас будете удивлены. Я приветствую программу Евгения Максимовича Примакова, с которой он выступил, это последняя его публикация до смерти, в январе месяце этого года. В январе месяце Евгений Максимович Примаков со всей непримиримостью пожилого человека, которому нечего терять, написал, что без открытости миру Россия не выйдет из кризиса. Нет. В том числе потому, что Россия глобально абсолютно серьезно отстает технологически. Абсолютно серьезно отстает технологически. Абсолютно серьезно отстает в гуманитарной сфере, в образовании, во всем. Россия отстает. Ну, практически во всем, да? В затратах на науку и так далее. То есть Россия страна, при том, при том, при всем, что мы больше сейчас тратим на оборону и так далее, мы сейчас в оборонке задействуем главным образом советские наработки. Советские наработки, в том числе 80-х годов, которые все еще конкурентоспособны. То есть мы ворошим могилу Ленина и от его, от построенной им страны, питаемся соками. Понятно? То есть мы в сущности присосавшиеся к трупу Ленина пиявки, которые до сих пор находят вкусненькое. Понимаете? Мы его всячески поносим, мы его Ленина всячески ругаем, как символ Советского Союза, да? Мы его ругаем, мы говорим, что его надо по руганию какому-то предать, там, не знаю, выволочить, волочить куда-то, закапывать там под плевки. Но мы все еще глисты, живущие в его мумии. Мы живем советскими наработками. Новых нет. Их нет просто. Ну, их нет. Можно ответить? Сколько их? Отвечаем. Ноль. Их ноль. Ну вот, примерно так. Да, слушайте, а что вы хотите добавить к этому? Алло, здравствуйте, мне очень интересно. Прошу вас. Здравствуйте. Да. Сергей, что хочу сказать. Добавьте, да, прошу вас. Значит, ну, дело в том, что если хоть что-то отглублась, уже это же потомок всяких, там, Аганбидиана и прочих вот этих людей, которые... Политэкономили, помните, был этот канал? Ну, конечно, конечно, помню. Вот. Знаете, можно, 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 можно я поделюсь с вами словами, которые навсегда въелись в мое сердце и мозг. Это профессор пришел к нам читать лекцию по политэкономии в университете. Он сказал, он сказал, первые слова его были, вы все достали тетради, вы все делаете конспект. Мы сказали, да. Мы ответили, да. Он произнес фразу, слушайте, первую фразу, клянусь, цитирую. Советский колхозник давно уже оседлал трактор и едет на нем по нашему социалистическому полю. После чего он опять посмотрел на нас и сказал, вы успели записать? Ну, это то же самое. Я прописал это прямо в левое полушарие. Ну, у меня осталось... Ну, понятно, это нельзя забыть, это нельзя забыть, это понятно. Я что хочу сказать? Ну, тут же проблема всего одна, это все говорят, и я сейчас ничего нового не скажу. Дело в том, что проблема в производительности труда и в темпах роста производительности труда. О чем еще даже эти люди говорили, что мы отстаем от США в этом вопросе. А Глазьев, вот вся эта программа, он просто хочет, ну, как это сказать, плодить убытки, понимаете, да? Надо же закрывать рентабельные предприятия, потому что они плодят убытки, как бы больно это ни было. А он думает, что если мы сейчас откроем производство и прочее, 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 все будет хорошо. Ну, он просто нас ведет к тому худшему варианту Советского Союза. К худшему варианту. Не к лучшему, а к худшему. И проблема не в этом. Напрямую к худшему, напрямую к худшему, значит, в сущности к демократии. Потому что потом журнал «Огонек» и демократия сразу. Я не успел политический аспект, это же еще мы можем не дожить до этого, понятно, да? Мы раньше умрем, чем мы доживем до 88-го года. Скажите, насколько все-таки, давайте это трезво оценим, давайте нас трезво оценим. Давайте в совокупность. Мы не можем с вами обойтись в экономической оценке без политики, не можем. Потому и политэкономия. Мы же с вами марксисты. Абсолютно. Я первый марксист. И я марксист. И я марксист. Вот я марксист. Но я, правда, теперь больше к культурологической модели мира склоняюсь. Но, тем не менее, марксистская. Значит, мы с вами точно понимаем, что если страна через год и три месяца после выборов 2016 года окажется совершенно в другой горизонтали, то есть, ну, существенно ниже, чем сейчас, да? Последние деньги уйдут на выборы, значит, и так далее. То мы вынужденно примем программу Глазьева, ведущую нас напрямую к краху. Нет. Почему? Конечно нет. Потому что есть все-таки в Вашингтонский обкум, который, видимо, не хочет нашего краха, который все-таки там Греф, там Кудрин, там, ну, и так далее. Нет, нет, нет. Мы пойдем напрямую к краху, потому что единственный способ мобилизационной экономики будет мобилизационная политика. Ну, конечно, ну, зачем вы? Значит, нужна будет мобилизационная политика и мобилизационная экономика, и мы идем в эту систему, в которой мы сколько просуществуем? Вот сюда эти оценки. Ну, то есть, реально, при той ситуации, которая есть, мы можем просуществовать, на самом деле, лет восемь. Я считаю, лет пять как минимум, да, да, лет восемь-десять мы просуществуем. Но, опять же, вот я не дико извиняюсь, вот посмотрите, подводная лодка Подмосковья, знаете, что это такое? Новая подводная лодка, а у них снизу батискаф на 6 тысяч метров. Вот зачем все это? Может быть, это идти из Сахарова, а закладки этих самых, а закладки язерных зарядов, чтобы все было не так жестко? Из-за батискафов вы насторожились? Ну да, ну зачем на атомных 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 батискаф? А вот можно вопрос, а зачем? Вы смотрите, это правда, это действительно. А зачем у Ромы Абрамовича на его яхте тоже батискаф? Это вопрос сложный, я не знаю, но может быть, и Денис Афарова, а закладки язерных зарядов в США, мы решили пойти пойти, поэтому... Слушай, может быть, Рома Абрамович, наше главное оружие, Рома Абрамович с Дашей Жуковой подходит в Сан-Диего, тихоокеанская база флота Соединенных Штатов в Сан-Диего. Да, 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 абсолютно, да. Опускает батискаф, перепоясавшись в косоворотке такой какой-то... Абсолютно, и вышиванки. Нет, вышиванка не нужна, потому что мы будем православные джахиды, как это называется? Да, косоворотки и вышиванки, без этого никак. Джихад, джихад, шахиды такие, да, 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 да. Спасибо, спасибо. У Ромы, на самом деле, батискаф есть не только на наших подводных лодках, но и батискаф. Мне кажется, для спасения батискаф все-таки. Но наш слушатель полагает, что это для атаки, какой-то ядерной атаки, как это абсолютно. Слушайте, значит, у Ромы Абрамовича тоже есть, кроме двух вертолетных площадок, насколько я информирован, на его яхте есть также батискаф, который... Ну, как вот в этих фильмах, где лучших людей забирают на какое-нибудь секретное место, чтобы они продолжали нацию. Я сыграл на саксофоне, спокойно, нормально. Так, слушайте, на самом деле, вы знаете, что это самое? Про нашу экономику. Командующий ВВС США назвал равным потенциал ВКС России и ВВС США. То есть мы сравнялись по военным, по военным возможностям, он говорит. И это их очень беспокоит. Я думаю, что это тоже относится к экономике до известной степени. Мы выйдем из экономического кризиса через всяческое развитие военки. Как можно больше военки. И, глядишь, вырвемся. Алло, здравствуйте. Как можно больше танков. Я помню, это делал Брежнев. Боже, нельзя так долго жить. Я же помню Брежнева. Брежнев... Здравствуйте. Брежнев создал самые большие танковые армии в Европе. В мире. И это привело его к триумфу, как мы знаем, да. А нет, что мог что-то сделать. Я хочу сказать, что Батискав нужен для того, чтобы лодка аккуратно легла на дно. А на дно она должна лезть, чтобы атаковать. Вот вы, может быть, слышали. А Батискав для чего? Месяца восемь назад в Гаджиево прошло совещание. Да. А там было совещание всех крупных, значит, руководителей соединения и объединения морского флота. Потому что там показывали новую торпеду, которая пробивает лед. Любой толщины, значит, с лежачей лодки. А потом в эту дырку запускается баллистическая ракета. Ну, там, я не знаю, что хотите запускать. Большая, большая, да. Да, вот это было сделано непросто, потому что... Мы с вами упустили, можно вернуться к Батискаву? Мы упустили Батискав. Вы сказали, что он нужен... Ну, Батискав, надо же посмотреть, куда лодка ляжет. А что с лодки не смотреть? Ну, 120 метров, она же не может там на какие-то там каменистые выступы залезть. Она должна лезть там, где будет ровненько. Там и ил везде, ну что вы. Ну, какая разница? Нет, ну, где ил, а где там хребет имени Ломоносова, то не надо. Это все, знаете, тонкие дела. Он сам видит, он сам видит. Вы идете на лодки. Ну, ничего он там не видит. Там можно так завидеть, что потом она и не поднимется. Давайте купим им GoPro. Камеру GoPro купим и все, они снимут. Ну, да, это вы можете купить, а там люди умные, там знают, с чем рискуют. Я просто объясняю, что это все делается потому, что в Львовитом океане будут держать лодки. Скажите, Павел, тем не менее, мобилизационная экономика, насколько это для нас вероятно? И главное... Ну, конечно, вероятно. А куда деваться? Пойдут по пути Сталина, а дальше... Нет, хорошо, мы, значит, делаем по пути Сталина, а потом, давайте все-таки каким-то шагом, и путем Сталина мы пройдем сколько лет? Ну, я уж это не знаю. Ну, не, ну давайте вы себе прогноз. Пройдя по пути Сталина, мы договаривались. Вам лет сколько? Ой, мне много, у меня под 70. Под 70, давайте. Если мы идем путем Сталина 10, то... Ну, я не дойду никуда. То ваш горизонт, ваш горизонт такой, что вы вот при Сталине и окажетесь все время. Нет, ну... Нет, почему, под 80? Если не могут командовать, идти куда-нибудь в другую сторону, в бок, там, в правле... Ну, одеваться-то куда? Либо в плен сдаваться, либо идти по пути вот этому мобилиционному. Сталин. Ну, а Сталин ведет нас напрямую к Хрущеву, вы понимаете, в чем дело? Зачем мы бегаем по кругу? Зачем мы бегаем по кругу, Владимир? Это было индивидуальное появление человека. Зачем мы бегаем по кругу? Можно спросить? Просто мне интересно. Я хотел уточнить. А зачем мы положили хребет Ломоносова на дно? Вот мне сейчас страшно стало. Он там все время был. Это самое смешное. Слушай, подожди. Ну, это там, как новая земля, потом хребет Ломоносова. Это все время. Слушай, у меня есть какой-то вопрос. Зачем мы бегаем по кругу? У нас будет мобилизационная экономика. Если у нас будет мобилизационная экономика, вот сегодня, как мне пишут, сегодня докладывают на Совете Безопасности подобные параметры. Значит, Глазев, например. Значит, и в результате, я думаю, мы идем к краху тогда. Ну, тогда уже прямой дорогой. Прямой дорогой. А может быть, мы просто всеми силами пытаемся минимизировать то, что у нас есть сейчас? В смысле? Кризисное явление. Может быть, мы пытаемся, ну, не прийти быстрыми шагами к краху, а его предупредить. Нет, если ты переходишь на мобилизационную экономику, я убежден, я убежден, убежден абсолютно, что если мы начинаем мобилизационную экономику, просто совершенно спокойно идем к краху сразу. Ну, даже никаких сомнений у меня нет. Я не знаю, может быть, кто-то думает по-другому. Я не знаю, может быть, кто-то думает по-другому. Пожалуйста, скажите мне, научите. Алло, здравствуйте, простите. 7373948, 7373948. Так, критик, критик, критик нашей экономической модели Владимир Задубая. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Ну, вот смотрите, Сергей, вот три циферки, значит, запатентованных и забыданных патентов Российская Федерация, данные за 13-й год. 34 тысячи патентов. У нас. Это, в общем, неплохо, потому что в 99-м году было 20. Ага. Мы почти как Канада, ну, чуть-чуть, обходим, у них 20 тысяч, да? У Нидерландов 33, то есть мы получше. Правда, Германия 116 тысяч, Соединенные Штаты 508, а Китай 738 тысяч патентов за год. 738 тысяч? Да. Это очень много. Это очень много. Это первое. Второе. У нас вот экономические шаги, которые господин Гладис собирается предложить на рассмотрение высочайшего собрания, они непременно сопровождаются политическими шагами, в частности, тем, что делал Советский Союз незадолго до своей кончины. Это всяческая поддержка военно-промышленного комплекса, который работает самого себя и на друзей из-за границы, и которые никогда не отдадут деньги за то оружие, которое поставляют. Ага, ага. Сирия. Ну, Сирия не отдаст. Нет, ну, мы там вроде бы геополитическое превосходство, во всяком случае, инициативу выгадываем, понимаете? Сергей, вот вы видите в том, что в конечном итоге наша поддержка, какая бы она ни была, подзорство... Я верю в то, что, по крайней мере, Алеппо можно удержать, такую маленькую полоску можно удержать. Ну, сколько? Ну, год, ну, два, ну, три. Не, 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 почему? Ну, Израиль стоит сколько лет? Ну, так за Израилем стоит огромная мощь Соединенных Штатов Америки. Сколько помощи оказывает год Соединенных Штатов Америки Израилю? Ну, да, ну, да, ну, да. Ну, хорошо, ну, а мы пойдем другим путем, мы будем маленькую помощь. То есть наши будут, например, израильтяне ходят, у них щеки торчат во все стороны, а наши будут тощие, поджарые, злые, и все? Ну, тощие, да, злые, да, поджарые вряд ли, потому что ветер дунет и попадают от истощения. Нет, это тоже у вас что-то такое вот... Не хватит, Сергей, вы понимаете, что не хватит. Вы чувствуете, что вас не хватает оптимизма? Абсолютно, да. Я смотрю отсюда, 38 уже на дворе, и как бы это самое... А я вам скажу про одного пессимиста. Можно про Даренко? В 2012 году, в 2012 году, я отсюда, у этого микрофона, заявил, что Алясат, значит, простоит полгода. Вот я говорил это, кстати говоря, какой-то осенью, сейчас я помню. Значит, я сказал, он простоит полгода, к весне его сметет. Все, раз штаты начали операцию, значит, его все. Значит, сейчас, 15-й год, прошло три года после моего зловещего прогноза, Асат стоит. Стоит и будет стоить. Ну, Сергей, в историческом масштабе ошибка не очень большая, это допустимая погрязность. Нет, это все понятно. Спасибо вам большое. Я думаю, что у нас ждет, тем не менее, какая-то мобилизационная экономика, мне кажется. Я думаю, что это ведет нас к краху. Я хочу задать вам такое голосование. Подожди, у нас сейчас что голосуется? У нас сейчас... 78 на 22, это другое? Это другое. Это зловещаясь экономики с мебельным восторгом. Да, 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 да. Скажите, пожалуйста, мы перейдем рано или поздно к мобилизационной экономике. Я считаю это началом, да? И это мобилизационная экономика, которая, ну такая, советская экономика, сталинская экономика, она будет, да. Это не голосуем, нет. И мы говорим, и это приведет нас к расцвету 134-27-35. Ой, а что это у меня? А какая прелесть? Прекрасно. Давайте. 134-27-35. Мы переходим к сталинской экономике, к мобилизационной. И это приведет нас к расцвету. К расцвету. Все будет клево. 134-27-35. Это приведет нас к гибели. 134-27-36. Это приведет нас к расцвету экономики, общества, страны, всего. Мы перейдем к советской экономике. И расцвет. 134-27-35. Гибель. 134-27-36. За расцвет сейчас 59-56. Хорошо делается на душе. И все. И все. И дело просто. Все просто. Вы топите Глазьево. Вам не стыдно, спрашивает Александра Скинтуки? Ну, мне не стыдно иметь какие-то убеждения, Александра Скинтуки. Но есть какие-то у меня убеждения. Понимание есть. У меня есть понимание, что мы не можем снова изобретать утюг. Мы не можем. Хорошая песня. Хорошая песня. Песня хорошая. Нет слов моих, как я плачу под эти песни. Как я плачу под эти песни. Другой вопрос, что толку с этого никакого нет. Понимаешь, в чем дело? Я приехал, я рассказывал вам, и снова расскажу. Я приехал в Африку с утюгом. Ну, у меня утюг был. Ну, пошел в Африку. Ну, да. Я же приехал в Африку жить. И у меня все было. Все, все было. Все. Полотенца. Простыни. Потом меня выдали. Но этого надо было добиваться. То есть я добивался, пока мне выдали про копи-ранш. Там выдавали такие всякие хорошие вещи, кстати, португальские. Вот. И бразильские. Но я отстоял за этим в очереди какой-то там. Ходил, бутылки давал, водки, чтобы мне добыть вещи. И, наконец, мне дали утюг. Филлипс. Европейский. А я привез русский. Когда я их поставил рядом, оказалось, что это полная копия. Только у русского плохой кабель. Ну, плохой. Плохая оплетка. Тряпичная была. У голландского была пластиковая хорошая поплетка. Значит, у русского была какая-то обшарпанная пластмасса такая. Знаешь, как будто ее жевали щенки и котята. У голландского была блестящая пластмасса. У русского регулятор температуры утюга вывалился. Я его назад вставил. Ну, через спичечку. Там спичечку и вставил. Все. Было хорошо со спичечкой. Кстати, не хуже. Ну, вот. Спичечка прямо хорошо работала. Но у голландских не ломался. То есть ему не надо было спичечку. Но они были полностью идентичны. Я свой купил за 7 рублей где-то. Сейчас я не помню. За 7 рублей купил свой. В Москве. Сколько сказал у голландских? Я не знаю. Я знаю, что мы воровали вплоть до утюгов. То есть даже утюги мы крали. Советский Союз. Ну, Китай на этом вырос. И построил экономику свою. Китай на этом вырос. А мы не выросли. А мы всегда делаем. Просто Китай добавлял. Он воровал технологии и добавлял. Вот послушай Максимум, который я когда-то вычитал в литературной газете в неведомые годы, которые ты даже не знаешь, какие были. Все, что у них образ жизни, у нас образ смерти. Вот все, что у них образ жизни, поверь мне, у нас образ смерти. Ну, это так. Ну, просто вот это так. Понимаешь? Вот смотришь, у них какой-то образ жизни. У китайцев. Бэмс. А у нас это образ смерти. Я остановил голосование. 59 на 41. 59 процентов на 41. Нам нужна мобилизационная экономика. Или она будет, неотвратимо будет. Сталинская мобилизационная экономика. Да, будет, да. И это приведет нас к триумфу. К расцвету. 59 процентов. Это приведет нас к гибели. 41 процент. Смотрите. С такими настроениями, товарищи, я хочу с вами посрещаться лет через 15. Вы, вот как есть, вот как есть. Вы и я лет через 15 спокойно встречаемся. Потому что в этот раз, в отличие от 20 века, сталинская экономика приведет нас к падению, ну, я думаю, лет за 5. Наш слушатель, который звонил, весьма осведомленный, сказал, что лет за 8. То есть беспилотников в каждом доме у нас не будет. А то я не против. А как ты? Пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам, и я буду им управлять. Беспилотник в каждом доме. Ну да, мы же будем по военному пути развиваться. Нет, не настолько. По военному пути ты не понимаешь, что такое военный путь применительно к тебе, как к человеку. Я хочу беспилотник. Нет, нет, слово «Я» забудь. Слово «Я» забудь в мобилизационной экономике. Мы, будет слово «Мы». Ты будешь в гимнастерке. Тогда мы хотим беспилотников. Мы хотим отдать жизнь. Мы хотим отдать жизнь. На фабрике беспилотников. Да, отдать жизнь за родину. Вот что будет главным твоим посылом. Ты будешь в гимнастерке. Ты будешь какой-то там находить какую-то сажу и подводить брови. и что-то... И ходить на та... Мать, почитай Орвала, ты все узнаешь. Поехали дальше.